Сход граждан в Адлере мэр Сочи провел вместе с исполняющим обязанности районного главы Дмитрием Хамецевичем. Бывший глава Адлерского района Денис Юрковский теперь возглавит краевой департамент строительства. И именно тема застройки стала основной на сходе граждан. Люди хотят видеть район курортным и положительно относятся к тому, что все нелегальные самострои будут снесены. Сегодня у нас 54 дома здесь в Адлерском районе, которые решением всех трех инстанций суда признаны самостроями и признаны к сносу. Естественно, что мы их снесем, потому что сегодня, слава Богу, но закон дал нам право. Также жители Адлера интересовались капитальным ремонтом домов, в частности графиком. Главный вопрос, по какому принципу составляется очередность подлежащих ремонту жилых объектов. Мой дом 44 года уже существует и наши сроки все время переносятся. Мы уже назначены капитальный ремонт на 19-й год, а потом я перезвонила в ваш фонд и мне сказали, ну 32-й. Анатолий Пахумов объяснил, что сейчас в Сочи вновь началась работа по приведению курорта к единому архитектурному облику. Это уже город проходил перед зимними Олимпийскими играми. Но сегодня тема вновь становится первостепенной. Многие дома требуют даже не текущего срочного ремонта, ну а те объекты, что подлежат сносу, активно расселяются. За 10 лет в новые квартиры въехало более 1100 сочинцев. В этом году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья финансирование продолжится. В этом году 131 квартиру мы передали нашим людям и переселили из ветхого аварийного фонда. Вот улица Перелетная у нас вся переселилась там, ну и многие другие дома. Продолжается эта программа. На следующий год, на этот год, мы будем переселять дом по видовой 33, там более 100 квартир. Он аварийный, большой, ну общежитие. Также в этом году в Адлерском районе в Чайсахозе будет построен детский сад и начнется ремонт трасс по федеральной программе «Безопасные дороги». Уже определены те улицы, которые в первую очередь попадают в список первоочередных. Также глава города обсудил с адлицами меры пожарной безопасности, правопорядок в районе и вопросы химобработки зеленых насаждений. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.